МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокампании Гомель у студии Наталья Игнаценко. Доброй ранецы! Жахары Гомельщины назначили свято працы. По традиции, 1 мая – это проведение шматликих культурно-массовых мероприемств в областном центре, а так само у каждого из районов области. На одной из святочных пляцовок побывал и наш корреспондент Дмитрий Котау. На Гомельщине назначать свято працы начали еще на приконце 19-го года. А первая массовая демонстрация отбылася в 1901 году. День интернационалу, день международной солидарности працеванных – 1 мая. Свято працы за опошней 100 годов мела розные назвы и традиции. Незменным заставалась аголовная – оборона правоупрационных, подяка и повага за их профессийные досягнени. У расшистости с нагоды свято у Гомели по традиции проходят в самом пригожем месте города. И завсёды супроводжаются добрым настроем. Подтримливают его на летней эстраде, палацово-парково-ансамбля, творчие коллективы и выканавцы. Организаторы святошной программы, специалисты областного объединения профсоюзов подрихтовали конкурсы и викторыны. И постарались, ака без уваги не застався никто. Сегодня в парке замечательная погода, много людей, хорошие аттракционы. Поэтому все семьями устремились сегодня сюда. Приятно видеть концерт, посвященный 1 маю. Веселые лица детей, окружающих. Для многих поколений у 1 мая несет в себе велизарный эмоциональный зарад, який, как и ранее, сдольный сгуртовать громадство. А ясшег – это символ веснового обновления. Всегда, 1 мая, люди собирались, просто чтобы друг другу сказать добрые слова, уважение, признательность. И мы сегодня, это уже традиция наша, вот здесь, на этой площадке, делаем хороший такой праздник для людей. Главное, что основ этого праздника – это все-таки человек труда. От этого уже вся атрибутика и все, так сказать, торжества и дань уважения людям, труда. Головная умова для выражения любых проблем у громадствы – это солидарность. 1 мая состоится святом, якое объединяет поколений. И оно дожит настрой и уповненностью тем, что огольными намаганиями мы протягиваем будовать светлой нашу будущую и комфортным жизнью. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». По традиции, напереды дни 1 мая у «Гомеля» отбылся урочистый сход, присвяченный Дню працы. Мазырские, Житковицкие и Наравлянские районы признаны левшими у своих номинациях по выниках социально-экономичного развития за 2015 год. А кроме этого, дипломы переможцов с занесением на обновленную дожку гонору в области отримали 45 субъектов господарения. Какими досягнениями гонорация в регионе, доведались наши корреспонденты. Традиция занесения лепших предприемств на областную дожку гонору на передание Дня працы заявилась 10 годов тому. Гэта дани наповая прационным коллективам за их штодионную пленную працу. Разом с тем, тут и лепшие регионы по выниках социально-экономичного развития за минулый год. Все лето перемогу в своих номинациях отримали Мазырские, Наравлянские и Житковицкие районы. Это тот результат работы всей общей команды, как и промышленности, сельского хозяйства, особенно сельского хозяйства и всех остальных сфер. Просто сплоченная команда, которая выполняла свою работу без всякого натяра. Поэтому у нас сегодня задача стоит о том, чтобы удержать это первенство и далее. Мы над этим работаем. Я думаю, что результат должен быть. Перед початком расистого схода гостям демонстрируется выстава, на которой представлены достижения предприятия за прошлые годы. Перамоги на шматлики в престижных международных конкурсах свящают, что нам саправды и есть чем гонориться. Далее день переходит в актовую залу областного культурного центра. Сирот присутных – представники разных галин народной господарки. Дипломы и посвящения в занесении на дошку гонору отримливают 45 субъектов господарения. У приватности сирот промысловых предприятий – Гомельский родезавод, химичный завод и Мазырсоль. Лепшее сельгазпродприемство – открытое акционерное товариство из тях родимой, туровщина, ксуп, салгазкомбинат «Зара». Дареча, пошни в списе переможцов находятся не в першиню, яка изнашая керавництва, перш за все добрые выники досягаются, дякую за згуртованность коллективу и зладженной працы. До того ж необходимо не стоять на месте, а постоянно шукать резервы для новых досягнений. Тогда общий уровень ведения хозяйствования именно на селе, конечно, возрастет и, конечно, будет меньше проблем, а только будут результаты, потому что все-таки государство за последние годы, особенно за последние пять лет, очень много уложило в сельское хозяйство. Поэтому уже действительно настало время нам оправдать те кредиты, авансы, которые были выданы в предыдущие годы. В минулом году промысловым комплексом региона вырублено продукции на 9,5 миллиардов долларов, каля 60% он укировывается на экспорт. Сирот гандлевых партнеров – больше, как 100 краин света. Головная задача на перспективу – повеличивать объемы вытворчести при снижении выдатков. Однако приоритетом повинны заставаться клопот об людях и оборона их працонных правов. Права трудящиеся всегда защищались и защищаются в нашем государстве. Право на труд имеет каждый гражданин, в том числе и в Гумельской области. У нас очень четко работает система профсоюзов по защите прав трудящихся совместно с органами государственной власти. Сегодня все делается для того, чтобы простой человек, человек труда чувствовал себя комфортно в любой сфере. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо «Кампания Гомель». Протягиваем выпуск. На переддни православные верники означали свято у воскресенья Христова або Вялигдень. Во усих православных храмах Гомельщины пройшли святочные набоженства. Основные разгорнулись у Гомельским кафедральным свято-Петропавловским соборы. Миновата сюда был доставленный добродатный огонь. Заходом набоженства усачили и наши корреспонденты. Кожный год на переддни Вялигдня у Иерусалиме у храме Труны Господней здесняется суд с иходжене добродатного або святого огню. Гучным звоном з усих церков святу обвешена «Христос у воскрес». Няма у християн больш важной урашистости и нема у земным житти большей радости, чем радость у воскресенья Збавителя. Гэта и саправды свята святов и урашистость урашистостю. Вот гэта Иерусалимский огонь прибыл и до нас. Яго привезли у наши у две годины. Епископ Гомельский Жлобинский Стяфан велична озарил им головный храм и людей, які пришли долушиться до святыни. И гэта глибеня почутся просто фантастичная. Всем-всем в этот момент просто пожелать, наверное, самого доброго на земле, всем крепкого здоровья, мира, любви, благополучия, стабильности. И, конечно, пусть их семьи, дети всегда будут с ними рядом, не забывают и о Господе, и о своих родителях, и о самом теплом, что только есть в земле. По традиции, добродатный огонь с пирозвоном отправился по 15 храмах и монастырах Гомеля. Вот мы еще прожили один год и опять сподобились этого чуда, благодатного огня. Уже у сёмый раз гомельшане мают махчимость почуть наближение пиросонной звонницы у своим районе. Нагадаем, что набытьё аутозвонницы было промерковано до 20-ти годя гомельской епархии. С того часу ранница светлого христового у воскресенья означается святошным пирозвоном. На протягу некольких годин звонар разносит по Гомеле радостную вестку «Христос у воскроз». Мы приехали к вам из Братской России, из соседней с вами Клинцовской епархии. Вот уже стала доброй традицией в сегодняшний пасхальный день в сопровождении наших прихожан приезжать к вам в Гомель для того, чтобы взять благодатный огонь. Христос у воскроз, цы правды у воскроз. Гэтый великодный вокліч улучшить паусюль. Людзей объядновывает триумфальная перемога життя. И знов, як и в 2000 году тому, сердце наполняется верой и надзеей. У семьях пануть тепло и взаеморазумение. Сегодня в этот радостный пасхальный день позвольте поприветствовать вас словами вечной радости. Христос воскресе! Пожелать всем нам добра, мира, благополучия, счастья и любви. Любви во Христе, уважения друг к другу, заботы друг о друге. И чтобы Господь всегда был рядом с нами. Еще и еще раз от всей души сердечно приветствую вас и поздравляю с Пасхой Христовой. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Людмила Чернецкая, Вольга Коновалова, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания Гомель. До инших тем. Уникальный для краины проект реализуется в Брагинском районе. Тут будут солнечные электростанции, могутность яких дозволит забеспечивать электроэнергией як минимум 4 районы. Окупляльность проекта 5 годов. Промые инвестиции складают 22 миллионы евро. Подробязности у Явгена Пабалавца. Уникальный для Беларуси инновационный проект реализуется на Пляцовсе, что за 3 километра от Брагина. Под Яго выдатковали 56 гектаров земли на место старого саду. Ранее тут был непролазных мызняк. Зараз явится самый буйный Украине солнечный парк. Брагинский район для будования солнечных электростанций выбраны не Выпадково. Тут на великое протяглость светлового дня и колькость солнечных дн у Годи. В ученые вызначили, что протяглость светлового дня у Брагинском районе на 20 хвилин до уже и Чему Гомеле. И на 9 хвилин, чем у суседних хойниках. А это усяго 25 километров от Сюль. Инвесторы подлечили, что проект накупится проспять годов при термине эксплуатации у 15. Первый объект запросует уже летом. Зараз ведутся работы параллельно одразу на трех пляцовках. Проект состоит в трех площадках. Основная площадка – это поле панелей. Потом линия электропередач ЛЭП, 110-ка, порядка 5 километров. И непосредственно трансформаторная подстанция, где будет происходить сбор электроэнергии с панелей. А кроме этой пляцовки, в ближайший час пошнутся работы еще на одной у Брагинском районе на месте былого аэродрома. Для потерпелых от товара на ЧАЭС района такие инвестиции – важная дотация в бюджет. Экономичный эффект ляши и у тым, что будут створены новые аппарационные мессы и будет вырабляться больше данная электроэнергия. Плюс, естественно, вся республика получит то, что, скорее всего, меньше будет закупать на загранице электроэнергии. Выработка электроэнергии в проделах 22 мегаватт – это где-то 4 района будет обеспечивать полностью электроэнергии. Есть интерес до нового проекта и у инвесторов из Польши и Германии. Зараз вызначают будущие пляцовки подбудовництва. В ближайший час такие же объекты могут заявиться и в соседних с Брагинским районах Гомельской области. Евген Паблавец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Бенефис тех, кто присвятил себе жанру акапелла. У Гомельским колледжем остатства у имя Соколовского отбылся сольный концерт народной хоровой акапеллы Дзянница ГДУ имя Франциска Скарыны. Учароны свет вокально-хорового мастатства окунулся Сергей Негеревич. Народная хоровая акапелла Дзянница створена у Гомельским университете имя Франциска Скарыны еще в 1988 году. С того часу ее неизменный мастатский керавник и дирижер Миколай Козлу. А вот состав дельника у стягом часу зведал шмат измен и обновлений. А прошлый раз коллектив выступал у родным Гомеле в 2013 году. Тому тяперешний концерт падея особливо хвалюючая. Мы шли давно к сольному концерту и вот мы притворили сегодня этот день. Очень волнительно, потому что мы в прошлом году набрали молодежь, это студенты первого-второго курса. И, конечно, выйти, поднять всю эту программу вместе с ними и выйти на сцену сольной программой. Но это, конечно, спасибо им за их титанический труд. Але с перших же выкананных творов стало зрозумело. Хвалявания были даремные. Хор гучал милогучно и чисто, растворяющий слухачоу, прыгажосте, эмоция капельных спевов. Прогучали духовные и классичные творы западных и русских композиторов. Особные блоки были присвечены светской и народной музыце. Яркими моментами выступления стали сольные номары у выкананья особных удельников коллективу. К ветки и шедрые аплодисменты, лепшее признание и подяка от слухачоу. Нам очень понравился концерт. Особенно звучание хорошее в зале. Зал прекрасный и очень слаженно, коллективно. Ну, очень хорошо. Все идет вперед. Все лучше и лучше. Прекрасный концерт, прекрасно поставлен репертуар. Очень приятно было видеть этот коллектив на сцене. Я уже не первый раз присутствую на таких концертах. И хочу сказать, что с каждым годом они лучше и лучше. Репертуар совершенствуется. Ребята все молодцы. Новый коллектив. Вливаются новые люди. И очень хороший костяк, который нам в протяжении многих лет стоит на этой сцене. И радует нас новыми прекрасными произведениями. Сами выканавцы и керавник коллектива так само не могли сховать задовольнение от удалого концерту. Я считаю удался. Супер, потому что пришли люди. Те, кто это любит. И сегодня ребята отработали на 100%. Это лично мое мнение. Ну и мнение зрителей, которые получили, я считаю, сегодня большое удовольствие от этой вокально-хоровой музыки. До речи, сейчас разглядывается мягчимость организации еще одного концерта Дзянницы у Гомелли на при конце мая. Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. На этом наш раннейший выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги ждем вам пленного дня. До новых встреч в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин